Желтой пылью наши окна запорожены В третий день афганец бродит по горам Я письмо тебе пишу Юр, было же в ютубе, да? Кому посвящается эта песня? Леониду Алексеевичу Теплякову Боевому офицеру, командиру команды Кобаль Провинции Бадарсан, лучшему боевому товарищу В день его 60-летия, у него сегодня рождение 69 лет с половиной Желтой пылью наши окна запорожены В третий день афганец бродит по горам Я письмо тебе пишу, моя хорошая Из провинции Нагорный Бадахшан Мне поет про горы грусть магнитофонная А вокруг столкались горы наяву И живу я здесь засадами, колоннами Да еще твоими письмами живу Где отмечено, уставили в Коране ли Для чего живет на свете человек Здесь сошлись два века в противостоянии Век двадцатый и четырнадцатый век Здесь не верю ни в Аллаха, ни в Иисуса я Десять заповедей душу не томят Вся религия моя, головки русые Сыновей, что с фотографией глядят Ни к чему здесь новомодные традиции Все указы здесь не значат ни черта Бью я водку с подполковником милиции Он милиции московской не читать Бью за дружбу боевую настоящую Бью за то, что он не смотрит свысока Что меня он, не ходячего, не зрячего Пять часов тащил по скалам до полка Может быть, мои сумбурные каракули Разбирать ты будешь слезы не тая Только сделай так, родная, чтоб не плакали Письма папины читая, сыновья Только верь и по законам человечности Будет встреча, будет новая весна Ты моя к мне, затерявшемуся в вечности По призванию офицерская жена Ты моя к мне, затерявшемуся в вечности По призванию офицерская жена Желтой пылью наши окна запорошены Третий день афганец бродит по горам Я письмо тебе пишу, моя хорошая Из провинции афганский Бадакшан Я письмо тебе пишу, моя хорошая Из провинции афганский Бадакшан Еще, афганский Бадакшан Туда недавно мой товарищ Вот из 860-го полка здесь есть люди? Есть один, по-другому я точно знаю Димон приехал три недели назад и вернулся Димка Федоров, разведчик 860-го полка Вернулся, четвертый раз поехал в Бадакшан, в Афганистан И вот этот вот тот самый Лазурит привез Ихкиновар из Лазурита, высокая проба вот эта Он привез мне тут и перстень бадакшанский Память об этом перстень, так что почему у меня на руке? Потому что камень кровавый на самом деле Но память И в Бадакшане сейчас Буквально три слова, мы же ничего не знаем, что провелся в Афганистане Нам тут всякую чушь лепят на телевизор Бадакшан, провинция Город Файзабад, где мы были Рядом 860-й полка отдельно, мы с Релковой стояли Центр наркотиков, поставки наркотиков из Афганистана сюда Северный транзит на Петербург и потом дальше на все Курирует его из Таджикистана один наркобарон Который сидит в районе Ошхарога Никого туда не пускает, ни белых, ни красных, ни черных Китайцы там заворачивают, ребят, там 4 границ сходятся И Бадакшан, и Файзабад процветают Там никогда, за все века не было асфальтированных дорог Там натоплены верблюдами, там накатлены танками нашими Дорожки асфальтированные, широкие У нас в Москве до Рязани в 10 раз хуже дорога Весь Файзабад асфальтирован с разметочкой С разметочкой и все на нарко И наркотрафик оттуда идет основной Которой пиндосы курируют Вот сейчас Медведев разрешил им сухопутный транзит Значит, два раза больше наркотиков будет идти сюда На Ленинград Как всегда Граница дырявая, не полезет, что она не вверхатура У нас теперь два под предлогом для НАТО Один воздушный транзит, это было там лет еще при Путине открыт Теперь сухопутный, а это значит подстав Подскок, аэродром подскоков Привезутся в станции, которые охранятся будут Вот ООН, считай, американские войска Наркоманы, радуйтесь, беспредел наступил Скоро будет, наши отечественные, которые полносят И на всякий случай мы разделены этими американскими кордонами Теперь на части повозок, но не важно Значит, эта песня была посвящена боевым ментам Они с гордостью говорили Приехал к ним полковник, который с гордостью бил Говорит, я ленинградскую ментовку окончил И все менты, они боевые менты А вот сейчас сможет сериал Чего-то такое непонятное Менты, беспредельщики в этих сериалах Вы смотрите, да, «Разбитые фонари» и все прочее Больше беспредельщики, чем «Братва» И все смотрят А там пикадоры, матадоры, кетчупы и там все эти Кричат, причем врываются Ну, там играют, видите, да? «Я дурак, я в Афгане служил» Да я бы повесил его за яйца вот этот фильм такой А он, знаешь, это я к афганцу прощаю А мы смотрим, брат, какие он героические менты А он с автоматом берет бандитов какие-то Говорит, я дурак, я в Афгане служил Пугает «Братва» «Братва» мы не пугали никогда Мы с ней мирно жили Когда надо было разбираться Знаете, ну, не важно А вторую песню еще Я ее готовил к 2 августа на ВВЦ Не знаю, попаду туда или нет Это старого, старейшего ветерана войны в Афганистане Который прибыл до взятия Кабула Взял Кабул, взял крепко при черхе Он является ветераном от душе сантых войск Ветераном специальной разведки вымпел Ветераном, декабристом, как его зовут Это Сергей Климов Боевой псевдоним «Карась» Который живет в городе Луганске На западной, на восточной Украине И эту песню он, я свое разрешение Хотел бы адресовать всем Он, десантники у нас есть, я здесь вижу Значит, это поздравление Со вторым август, который приближается Поздравление ветерана всех Специальных рабов войск и ВДВ Продуваемым войскам сыграли сбор С днем рождения, волосатая братва Мы продолжим Да, что? Подожди, сейчас, извините, пожалуйста Да я его два месяца сидел слушать Три недели повторял Перестарался, как в том анекдоте Про актера, знаете, который Говорил, говорил, вот вам меч Волобуев граф-то потом Знаете, что он дальше сказал? Так перестарался, что-то... Низкий частный момент Поздравление ветерана всех Все про службу, да военные дела Покуражимся, да в шутку и всерьез Вспомним все, что возвращается во сне И за встречу мы поднимем первый тост За друзей, что были рядом на броне И за встречу мы поднимем первый тост За друзей, что были рядом на броне Эх, братан, а помнишь первый наш прыжок Старшину, как учились воевать Кричало долгожданное, пошел А так земля кричала Ноги, вашу мать Мы, конечно, прокинем по второй За РД и вкус горячего песка За ромашки куполов над головой За десантные, за элитарные войска За ромашки куполов над головой За десантные, за элитарные войска Мы сегодня только нашим будем петь Про любимых, что не плюнули в лицо О девчонках, что успели овдоветь Не надевшие обручальные кольцо А потом на третьем встанем Помолчим Жалко нет в десанте жизни запасной Из-за тех, кто не сказав 501 В нашей памяти ушли на затяжной Из-за тех, кто не сказав 501 В нашей памяти ушли на затяжной Мы надеялись, последняя война Допал понравилось вождям красиво петь И приходится, как прежде, пацанам Ждать, надеяться, взрываться и гореть С днем рождения, дорогие мужики Тост четвертый, как стропа, предельно прост Чтобы горели вы, но только от любви Чтоб друзья за вас не били Третий тост Чтобы горели вы, но только от любви Чтоб друзья за вас не били Третий тост Простите, это первый раз Серега Карася, трудно подделать Интонат свой образ Замечательные песни Я просто не стал что-то сказать Мишка, я замечательные песни Дослед пробрал, потому что И про московское ополчение Я считаю себя коренным москвичем Я во втором поколении, в 40 лет прожил Больше 40, я уже 60 с лишним прожил в Москве Мой отец прожил полвека В ополчении были все мои дядьки и тетки Осталось живых только отец и двое, и сестра Это в ополчение просто По детской линии в Финскую сгорели Четыре брата его в танке Очень многие потери Дед мой командовал Ветеран Первой мировой войны Поэтому московское ополчение Замечательное, я думаю, Миша Калинкин Песню эту он написал И исполнил Это позлопный момент Нет, это история великого города Я однажды стал ругать Москву И старый полковник, он сказал Да, говорит, ты прав, там Москва превратилась в полное дерьмо Но всем окружать было в Брянске Но, говорит, запомните, говорит, Москва Это великий город Все равно, что бы с ней ни делали, что бы ни творили Поэтому, значит, ополчение Кстати, я вот Отец мой умер И в деревне там находился С его квартиры Сейчас она продается, дается Сын перевез книги отцовские Там хорошие книги И там потрясающая книга Вот жалко, Миша Калинка ушел Но я хотел ему сказать Тогда был эксклюзивный выпуск Назывался «Венок славы» Посвященный 50-летней Победы Это 10 томов «Венок славы» Это не маршалов воспоминаний Ни полих, ни дипломатов Это те, кто пережил Ленинградскую блокаду Кто пережил московскую там вообще блокаду Кто делал танки Женщину целый том посвящен Тружениц тыла Стали в армии всем Все, кто работал на войну И там есть стихи В невеликих там тоже есть Каких-то композиторов Есть стихи, которые писали люди Просто люди Это ложь, что там были И вот песни, которые мы сейчас знаем О войне отечественной Это, в общем-то, написано маститыми певцами Они хорошие, замечательные песни Но мне нравятся больше те песни, которые в окопах писали тогда Вот из одной этих окопной песни Я, возвращаясь опять же к теме войны отечественной Я попытался, ну, как-то переделать Потому что я слов-то не помню Ну, неважно Она называется «Возвращение» Писали от души Писали, может, в последний раз Поэтому вот в этой книге они есть Но никто, конечно, их не читает Десять томов сейчас никто не будет читать Винов славы Вот Но там вся история Великой Отечественной войны Это я попытался воспроизвести на известную песню Песня «Возвращение» За машину попутную, что идет на восток Выпьем мы за товарищей, за друзей боевых Что прошли сквозь пожарища и остались в живых А за тех, что не дожили, а в жестоком бою Молча мы, как положено, выпьем водку свою Мы вернемся с счастливыми, кончив долгий поход Будут девушки милые навстречать урод И что было загадано, все исполнится в срок Пусть горит за туманами дорогой огонек И что было загадано, все исполнится в срок Пусть горит за туманами дорогой огонек Пусть горит за туманами дорогой огонь Ну давно пора сюда, в Москву, потому что у нас пожары И никто их не тушит, как я видел Ну сейчас, Ванька, настроите всех и буду тушить Теперь командует Да, пожары там, много этих пожаров В Якутии вроде чего там, почему там горят? Горят И наводнения еще Почему он в Якутии? Пол дома смыл ему А где? Я тушу по всей России По всей России, даже в Америке тушит Вот он И еще где-то там Ну вот сейчас специалист, наша и жена его супруга Это снайпер, это афганцы, которые в огонь и в воду Тяжело, вот тут недавно Информация прошла четверо, сгорела, да? Восемь Восемь Вань, ты там побереги еще что-то Не погиб в Афгане, что тебе тут горит? Работа такая Ну понятно Вот Это очень опасная профессия, я знаю, потому что работал со спасателями В прошлом году он на пожарах в Лухаевском районе Я хочу уточнить, это не спасатели, это авиалесоохрана Да у нас нет авиалесоохраны там Вот я поэтому и уточняю У нас по телевизору тут пожары лесные Теперь будет понятно Это неправда Потому что МЧС пожара не то, что тоже А нет сейчас МЧС, у нас теперь спасательные части какие-то отдельные посвящены Ну не важно, бог с ним не будет спорить В общем, никто не тушит Пулаки вычерпали, а оно опять горит Там туда, затушили торфяник Ну не важно Значит И вот Не виделись мы с 86-го года Так проездами где-то Вот теперь видели Почему? Мы с тобой в последний раз Ну ладно, не важно Я от него поступил и песню, я сейчас пою Старую песню, она написана в Афганистане После, сразу написано после возвращения Два брата Два брата Один очень похож на Ваньку и уехал туда, в ту сторону после Афгана Там, в Алакурте, это там, такой, далеко за поляр Это была до двух братьев Я братьев и двух когда-то знал С одним в Афгане воевал Ходили к черту на рога и ведьмам зубы Стрелять он был большой мастак С десяти шагов менял пятак Был по натуре весельчак Хоть с виду грубый А старший был обществовед На все вопросы знал ответ Имел отдельный кабинет, машину, дачу Жил то в Париже, то в Москве Имел семь пяди в голове Да дело даже не в уме Поймал удачу И вот, когда, закончив срок Мы все покинули Восток Домой вернулись те, кто смог дойти до цели Явился к старшему меньшой Все ж как-никак А брат родной Тот накрывает стол большой Он ждал и верил Нам спиртокопный глотки сжег А здесь французский коньячок И корк, и семга, балычок Язык в придачу И почему-то вспомнил я Как провожали нас друзья Чеснок, четыре сухаря И фляжка чачий Меньшой сидел и молча пил Тут старший тост провозгласил И выпил из последних сил За тех, кто в море И повертев на свет стакан Как сказал и Кая Слышь, вы тут братан Да бросьте свой Афганистан Он не фаворит Пройдет каких-то пары лет Его забудут, был и нет Твой автомат и пистолет Купцам забава Иные нынче времена Другие мерки и цена Кому нужна твоя война? Ну что ты, право Бери пример вон, хотя бы с меня В героях не был я ни дня А посмотри, моя семья В шелках и славе Имею в обществе престиж То в Лондон езжу, то в Париж То в Риме с месяц погодишь А то в Отталии Тут младшего тяжелый взгляд Его прервал, отставит брат Я не политик, я солдат И мне до дверцы Вся философия твоя И золотая чешуя Днилых сентенций Да что ты знаешь о войне? Вы здесь погрязли в барахле И лозунки я дебят и мне Как песню вам А на иного подлеца Вполне хватило бы свинца Неполных девять грамм Чтоб ты в Европу ездить мог Дань кровью брал с меня восток Да я больше износил в топок Чем ты штиблетом Ты здесь в арабскую кровать С женой ложишься почивать А там привык на камне спать Я с пистолетом Мой друг не мастер, говорит Умел он в спорах трезвым Париж он начал заводить Его в роточек И друга я увел к себе По избежанию ЧП Мы с ним бродили по Москве До самой ночи Какая бы ни была беда Мы слез не лили никогда Обиды горькая вода Бойцу опасно В русских зубы соль глотал Что думал он, о чем гадал Я думал так же и молчал Все было ясно Потом судьба нас развела Его на Север позвала Меня замучили дела Работали дети А врат его общество нет В Париж уехал на пять лет Он там большой авторитет В посольстве третье У него есть предложение Все-таки приезжал Сашка сюда Из своего лакуртии задрипанул Значит, когда вручали орден Красной звезды Мы пошли вместе Причем одинаково Я получил по линии армии Получал красной звезды Не по комитету И он тоже С разницей в неделю Но все равно он приехал сюда Он тут Как раз скажу историю Когда у меня уже был Ему вручили Мы пошли в какой ближайший ресторан Там ресторан национальный А уже перестройка Уже во все И такие две рожи Какой непонятный Не то грязный Не то загорелый Лезут туда Черт как одетый Нас не пускали Но тогда у меня было Еще удостоверение Сотрудник комитета Государственной безопасности Значит И зло я был Как черт Было плевать Я уже уходить Собежался Из этой конторы Делал швейцар За горло На глазах Изобленной публики Нас пропустили Моментально И мы сидели Пили там Вот Воспоминания Я потом Песню писал А потом Ночью Поехали Мой друг Товарищ Пусть засветится Эмалиевый рубин Он тебе напомнит Зарево пожарищ И разорванную Сталь бронемашин Он напомнит Злое небо Чек вардака Догорающий На склоне вертолет Как захлебывалась Пятая атака И как грудью Кто-то лег На пулемет Ну а эти За столом Под образами За скатеркой И зеленого сукна Не они тебя На рейды провожали И не они тебе Вручали ордена Знаешь, друг, Давай пойдем По ресторанам Так давно ты В ресторанах Не бывал Поглядим Как там куражатся Непманы Прожигающие Частный капитал Нам испустит Все грехи Официанка И под опли Электрических гитар Ты расскажешь Про обстрелы На саланге И о тебе Про непокорный Кандагар Кто-то нас Объявит Жертвами ошибки Кто-то памятник При жизни Возведет Кто-то в спину Нам продает Недобитки А кто-то руку Понимающий Пожмет Помнишь, Пашку А Валерку Из Баграма Оба в 81-м Полегли У Павлухи Только старенькая мама Валерка Валерка Звал невесту Натали Третий Тос не прячь Глаза ведьми Мужчины Ну-ка, девочка Неси еще вина Звезды в рюмку По традиции Старинной Так на фронте Обмывают Обмывают Ордена Выйдем в полночь Постоим под фонарями У бессонницы Забвенья не проси Отвези нас на свидание С друзьями Несговорчивое Позднее такси Эй, шофер Не уж там мало Четвертного Или слишком Мы суровые на вид Ну подбрось нас До поселка Востряково Постоять У краснозвездных Пирамид Эй, шофер Не уж там мало Четвертного Или слишком Суровые на вид Ну подбрось нас До поселка Востряково Помолчать У краснозвездных Пирамид Спасибо. Солдатами жаровал я тушенку фаршивую, спирт у солдат был и брак. И мы там сидели ночью, это февраль 89-го года. А это все рассказывали, и думали, что будет дальше-то со всеми с нами. Я-то знал, что со мной дальше будет там. Да я знал, что сейчас дадут орден, вот орден дали потом, но по линии армии звание повысили. А что будет с ребятами, я не знаю. Это ребята 103-й гвардейской дивизии, которая уходила первая и последняя, сворачивая за собой все. И она вышла в ночь 6-го февраля 89-го года, заканчивая армиганскую эпопею. Громов остался двумя разведбатами в Найбабаде и в 15-м, как знаете, перешел. Значит, песня была такая. Когда мы на землю опустимся с гор, когда замолчат автоматы, когда отпылает последний костер, Какими мы будем, ребята? Когда отпылает последний костер, Какими мы будем, ребята? Когда раскаленный остынет гранит, Когда отгремят камнепады, Когда наши души любовь исцелит, Какими мы будем, ребята? Когда мы вернемся в раздолье берез, Где нервы стряножить не надо, Где высохнет соль от непролитых слез, Какими мы будем, ребята? Где высохнет соль от непролитых слез, Какими мы будем, ребята? Какими мы будем, ребята? Какими мы будем, ребята? Когда отойдет, отомрет, отомрет, от болит, Какими мы будем, ребята? Когда заболит к непогоде плечо, Пробитое возле герата, И память толкнется в лесок горячо, Какими мы станем, ребята? И память толкнется в лесок горячо, Какими мы станем, ребята? Ребятам всем за пятьдесят. Таким стал, не признать этого нельзя. У некоторых внуки уже. Вон скоро Выкино подходят. Будет дедушка. Николаевич. Карась давно уже дедушка, но он самый старший. Я хочу просто одну. Молодец, а мои не хотят. Два близнецы. Близнецы по 36 лет, Одной яйцовой никому не нужны? Акции. У нас женой пять лет акции. Одного отдаем, второго на запчасти. Есть молодые? От 18-20 девушки, нет? Нет дочек? Ну а что тогда нервы трепают? Ну как? Ты не хочешь потом дать? Нет, я просто...